Сидит, значит, такой Путин, и тут звонок, Шольц, здравствуйте, заканчиваете войну, он такой, точно, как же я не догадался, да, вот я по поводу ботокса, ну прям хочется сказать, ну простите, вот у меня была соседка, она была, страдала алкоголизмом, и вот она как подерется с кем-нибудь из своего окружения, потом ходит с ботоксом, да, сотворил бог котенка, посмотрел, красиво, сотворил кролика, тоже красивый получился, сотворил бог женщину, посмотрел, посмотрел еще, ай, ладно, накрасится. То есть это идет полная продажа Украины, начиная с земли, которую уже давно продали, вот эти Black Star и там и так далее, и мне это болит, я хочу, чтобы это все... Black Star это Тимати что ли? Ну а теперь о варениках, ой, не, о церкви, не, о варениках, не, о церкви, а, это разве церковь, это же униаты. Да неужели мы сегодня снимаем очередной выпуск передачи вовремя, в субботу, отец Альвян с нами сегодня в студии, и мы сегодня начинаем новую передачу спорного вопроса, и сегодня у нас впереди новости, комментарии, спорные вопросы, ну первая новость у нас озвучит отец Альвян. Ну по поводу того, что снимаем вовремя, я просто хотел в эту неделю установить рекорд и целую неделю никуда не ездить, рекорд осенью. Получилось? Нет, не получится, вот во вторник опять уезжаю. Ну тут командировка недалеко, в соседнюю епархию, но тем не менее, рекорд неделю сидеть дома в Ставрополе не получилось. Ладно, переходим к более глобальным новостям. Я позвонил Путину, заявил канцлер Германии Шольц. Я позвонил президенту Путину и призвал его закончить войну против Украины и вывести оттуда свои войска. Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира. Также Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, говорится заявление Кабинета Министа в Германии. Сидит, значит, такой Путин, и тут звонок, Шольц, здравствуйте, заканчиваете войну, он такой, точно, как же я не догадался. А я думаю, что-то у меня вот, что-то не хватает. Шольца, как это, ливерная колбаса или как там, баварская колбаска. Вот, позвонил и все, вот, да, да. Это уже практически сбитый летчик. Да, я думаю, что это последняя попытка набрать хоть какой-то электорат на предстоящих выборах Германии. Дело в том, что Шольц находится в таком положении, что парламент ему, оппозиция сказала, или ты давай уходи во ставку, или мы не будем голосовать ни за какие законы, которые ваша партия продвигает. Ему собираются выразить вот им недоверие. Но по Конституции Германии вопрос, а вот им недоверие, должен поставить сам канцлер. Ну вот они торговались, торговались. Сначала он говорил, что у нас бумаги нет, на чем бюллетени распечатывать, поэтому не можем никак выборы проводить. Тогда его уже стали все подкалывать. Поляки написали, мы можем прислать бумаги, даже принтер можем дать, чтобы напечатали бюллетени. Оппозиция, это так вообще, это она мемы разобрала в эту историю с бумагой. Но в конце концов, потом они заявили, их партия, что бумага все-таки есть. И выборы они поставили на 23 февраля. Тут хихикнул Шчирлиц. Да, действительно, в Германии набирает популярность партия, которая называется «Альтернатива для Германии», которая за прекращение снабжения Украины вооружением. Также набирает популярность партия Сары Вагонкнехт, которая еще более радикально выступает против поддержки Украины. И Шольц понимает, что ветер уже дует в эту сторону. Что нужно как-то хотя бы сделать вид, что ты что-то в эту сторону. Я не нашел ничего лучше, как позвонить Владимиру Владимировичу и сказать «прекращай войну». Ну, он не только это сказал. Мы Украине будем помогать до последнего. Да, да, да. Но он не только это сказал. Я так понял, разговор был долгий. Владимир Путин ему тоже сказал все, что думает по поводу Запада и их вмешательства. И тем не менее было заявлено, что... Ну, я думаю, что есть публичная часть. Да, я только хотел сказать, что там изюминка была в том, что там они говорили о Газе, что-то там... Много чего говорили, я думаю, было и не публичная часть. И что самое интересное, договорились поддерживать контакты. То есть это будет не последний созвон. И более того, запущена работа рабочих групп. То есть будут люди, которые постоянно будут созваниваться между Россией и Германией для того, чтобы решать не совсем понятно, какие вопросы. Но видно, что Запад уже понял, что победить Россию на поле брони не получится. И поэтому нужно уже как-то договариваться. Но этот звонок, это все ерунда. Потому что Владимир Александрович Зеленский не одобрил этот звонок. Сказал, что это нельзя было делать. Он даже до звонка просил, Шольц, а не звони, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не звони. Он прям просил, а он взял и позвонил. Не одобрил. Так что это ни о чем. Ну, а пока там Шольц, так сказать, обрел вторую жизнь, второе дыхание обрел. Россия и Китай проведут совместные молодежные зимние игры. На фоне политизации международных соревнований Россия и Китай проведут совместные молодежные зимние игры. Они пройдут на Сахалине сразу после январских праздников с 8 по 14 января. Уже подготовлена инфраструктура и объекты региона. Всего в РКИ примут участие более 200 сильнейших спортсменов. Ну, сразу же хочу предупредить всех, так сказать, спортсменов нетрадиционной ориентации, просьба отдыхать на рождественские праздники и не собираться на эти игры. Уже не получится там мужику избить женщину и получить медаль за этот самый. Наконец-то спорт, возможно, благодаря России и Китаю вернется настоящий, тот, который был до этого. Ну да, наверное, если бы Запад не превращал Олимпиаду в средство пропаганды своих ценностей, осталась бы Олимпиада как Олимпиада, тогда бы и Россию не выгнали с Олимпиады под давлением глобального Запада, тогда бы и извращенцы, и мужики на боксе, и женщин не били. Россия не знала, почему выгоняли, потому что так они медаливают, Америка получила почти все медали. Ну да, и тем самым, я думаю, что они просто разрушают Олимпийское движение. Потому что, ну, даже вот сейчас, ну, большинству любителей фигурного катания, например, куда интереснее будет смотреть, как соревнуются русские спортсмены с китайскими, спортсменки особенно, да и парники, чем смотреть Олимпиаду, на которой нет сильнейших, ну, одной из сильнейших. Ну как, вот действительно, фигурное катание без русских фигуристов, это ни о чем. Это ни о чем вообще, потому что, когда они есть, это действительно борьба настоящая. И будет создаваться альтернативное глобальное спортивное движение. Может быть, это будет сначала Игры Брикс, там, например. Да, я думаю, что будут Игры Брикс. Да, Игры Брикс. Если европейские вот эти все Олимпиады не возвратятся в нормальное русло, то будут Игры Брикс и будет все, будет разделение. Как в свое время было, ну, там чисто действительно политически было, да, когда вот... Олимпиада 80. Да, Олимпиада 80. Чисто политизировано было от и до. Но здесь, кроме политики, еще вмешивается вот эта вот эндерная всякая чушь, бред, когда, ну, извините, я тренер, тренирую девочек, там, бокс там или что-то такое, да. Они... Я всю жизнь положил в это. Вот, подготовил спортсменку, и тут приходит какой-то мужик к Васию, и все, и он победитель. Да я, зачем мне тогда вот этим вообще всем заниматься, да, то есть, как бы... Поэтому я думаю, что вот это звонки для Запада, что, ребята, смотрите, а то мы организуем свои игры олимпийские, и вы все, кто к вам поедет туда, кроме вот этих извращенцев всяких. Да, я думаю, что и глобальный юг, и исламские страны скажут, слушай, мы не хотим, чтобы там наши девочки с мужиками... Да вообще с мужиком, с хором как-то он там стоит полураздетый. Да, 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 да. Вот, ну вот, такая новость. Следующая новость. Польская Православная Церковь отмечает столетие своей автокефалии. Ну и казалось бы, что тут плохого. На сайте Польской Православной Церкви сказано, юбилей столетия автокефалии Православной Церкви в Польше, полученной 13 ноября 1924 года от Константинопольского патриархата, является выражением тысячелетней истории православия на польских землях. Эта дата стала отражением зрелости и экклезиологического сознания местного православия. Полученная 100 лет назад автокефалия дала возможность возродить сознание православных граждан Республики, о Родине, возможность понять роль коренного православия, которое следует рассматривать как неотъемлемое целое и сокровище родной культуры. Откуда взялась Польская Православная Церковь? Однажды Польша стала частью Российской Империи. Ну, оттуда и взялась Польская Православная Церковь. И долгое время Польская Православная Церковь, вплоть до революции, была частью Русской Православной Церкви. Но потом, когда Советский Союз, когда большевики империю развалили, Польша отделилась, и в это же время появилась необходимость, потребность или просто амбиции заявить об автокефалии Польской Церкви. Но учитывая то, что у нас тогда в стране тоже были тяжелые времена, гонения на церковь со стороны большевиков, все-таки эту автокефалию сначала предоставил Константинопольский Патриархат, хотя это было неканонично, предоставить части Русской Польской Церкви автокефалию. Но это вопрос вообще такой, потому что, в принципе, каноническое представление автокефалии его нет. Вот нет таких правил, как четко предоставить. Просто логики исходя, должна быть предоставить... Должно быть вмешательство внутренних дел. Да, 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 да. Это другой вопрос. Вмешательство внутренних дел. Каноническое оно почему? Потому что это Русская Польская Церковь. Но там же тоже была история. Он тоже, тот патриарх, тоже объявил, что он отменяет договор, который был тогда, что Киевская Метрополия переходит под Московскую Церковь. Он отменяет. То же самое, что в Рафауме. Та же самая ситуация. Но единственное, тогда еще не додумались о раскольничьих хератонии. И они за один условный признали. Кitation все были, да. Ну и потом и Русская Польская Церковь признала автокефалию. И Польская Польская Церковь, в общем-то, долго отчитывала свою автокефалию. Но там же была еще ситуация, что когда была Великая Честная война, то раскаивались польские епископы, в том числе отдельно предстоятельники, раскаивались от том, что они получили автокефалию от греков. Получили автокефалию, да. То есть потом Русская Церковь дала свою автокефалию, Да, просто тяжело быть в составе блоков Варшавского договора и считать свою автокефалию. И тогда они получили автокефалию еще от Русской Православной Церкви, и пока были в Варшавском Добре, они праздновали автокефалию, полученную от Русской Православной Церкви. А там сейчас, кстати, в Малиновке опять власть меняется. Да, 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 там при Дуде играет Дуда, под которую невозможно праздновать русскую автокефалию. Ну, точнее, кто не знает, Анжей Дуда правит сейчас в Польше. Что еще хотел сказать по поводу Идахатекефалии? Ну, в целом, я могу сказать, что Польская Православная Церковь достаточно здраво смотрит на процессы, происходящие в мире. Просто я думаю, что они понимают, что вопрос празднования, юбилея, это не какой-то прям такой экклезиологически острый вопрос, как, например, со служением с пациентами. И им просто, вот сейчас они находятся в мире глобального НАТО, им надо как-то выживать. И поэтому они, как бы, дают маленькую уступку, ладно, будем праздновать от Константинополя свою автокефалию. Только не заставлять от нас сослужить спецушниками со всякими там Евстратиями, Зарями, Епифаниями. А может, они просто по-славянски. Чем больше праздников, тем лучше. Ну, а следующая у нас новость. Наши священники, то есть русские, не хотят служить в западных странах. Митрополит Антоний заявил, что наши священники не хотят служить в западных странах. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, которой никогда не было прежде. Буквально на днях я ее обсуждал со святейшим патриархом. Священники приходят, те, кто уже служит за границей, просят завершить их командировки. Потому что их дети ходят в местные школы, обучаются по местным европейским, в частности, программам. И там с первого класса начинают объяснять, что они могут выбрать мальчики, а не девочки. И начинают внедрять всю эту современную гендерную проблематику. И наши священники не готовы продолжать там жить, не хотят портить жизнь своим детям, не хотят, чтобы дети жили в этой среде. Ну, наверное, надо уточнить, какой митрополит Антоний, какой владыка. Речь идет о митрополите Волоколамском Антонии, который является председателем отдела внешнецерковных связей Русской Патриарной Церкви. И в обязанность которого входит попечение о том, что за пределами России, особенно на Западе, приходы Русской Патриарной Церкви были обеспечены священниками. Где это видано, чтобы... Ну, в советские годы. Ну, какой советский гражданин не хотел иметь возможность выехать? Да и сейчас. Куда-нибудь, в Париж? Да и сейчас, почему бы, да, не послужить там, где крысы бегают по улицам. Мне кажется, впервые в истории, даже вот не говоря сейчас о политическом, а о идеологическом факторе, мне кажется, вот Москва современная, впервые в истории, в своей истории, намного благоустроеннее, чем... Без сомнения. Ну, я мечтаю в средневековье, намного лучше благоустроено, чем европейские стали. Без сомнения, это сейчас отмечают все зарубежные журналисты, которые приезжают в Москву. Они говорят, что это просто... Да в метро зайти в московское, это произведение искусства, архитектуры. А посмотрите, что творится в этих лондонских, известных, нью-йоркских и так далее. Но, с другой стороны, просто, знаете, вот послужить бы там вот немножко в Италии, чтобы пройтись по всем, так сказать, посмотреть все, и возле всех святынек побывать там, немножко там где-то еще послужить. Вот я пожалел, что я не знаю хорошо английский язык. У меня-то детей нет, мне-то в школу не нужно их отдавать. Там командировка на несколько лет. Ну, вот несколько лет в одной стране послужил, потом в другую переехал. Не потому что... Потому что сейчас начнутся. А, вот ты там... Нет, не потому что мне больше хотелось бы в Европе жить, чем в России. Просто, ну, любознательно. Моя матушка очень жалеет о том, что мы мало еще... Уже жизнь-то, кстати, идет к закату, а мы мало что увидели в своей жизни. Да, это дело не при каком-то преклонении перед Западом. Ну, мне и в Африке интересно. Да, да, да. Честно. И в Китай, я бы поехал бы в Китай, я бы в Таиланд тот самый. И, я не знаю, в Сингапур поехал бы посмотрел, Тайвань, Японию. Это не преклонение. Просто путешествовать хотелось бы на старости. Знаете, эти самые... Да, даже в Северную Корею я бы съездил посмотреть. В Северную Корею, да, а чего нет. Мне всегда, вот, когда нравилось в свое время, что американские, ну, западные старики, пенсионеры, могли выйти на пенсию и на свою пенсию поехать путешествовать. Вот приезжали к нам, даже в наше село задрыпанное, приезжали... Ну, не задрыпанное, классное село, кстати, юбилейное. Это, как это говорится, Форевер. Приезжали, приезжали американские пенсионеры туда на экскурсию. Не знаю, кто, зачем и почему их туда привез, но тем не менее были. И вот мне это, думаю, ну, вот придет моя пенсия, а я не смогу. Может, смогу, не знаю, но... Правда, освещение как-то пенсии нет, мы пенсионеры не смогли. То есть, они там были крепкие семьи, католические и так далее. А сейчас то, что происходит, ну, это просто беда. Говорят, вот мне рассказывали, что, ну, например, в каком-нибудь Париже, вот священник, он не может запретить причащаться. Потому что, если он это запретит, это не просто административно, это уголовная ответственность. Вот, если какой-то придет, скажет, причастите меня, он скажет, нет, я тебя не причащаю, потому что ты герой. И поэтому они как выкручиваются? Они сначала идут с Амвона, перед причастием это объявляют, не индивидуально, а перед причастием, что там... там и так далее, пожалуйста, идите лесом. Там лес, и вот так вот лесом... Ну, недословно, да. А потом уже ничего не спрашивают. Если он подошел к чаше, ну, грех на нем, его предупредили. Ну, как бы вот так вот выходит из ситуации. Конечно, вот под постоянным прессингом там находиться психологически тяжело. Вот я был, например, в Ульме, небольшой немецкий городок, и там много эмигрантов, действительно, храм большой и полон людей. И там батюшка служит, монах, отец Максим Шмидт. И он прямо чуть ли не вцепился в меня, батюшка, оставайся. У нас не хват... он не может найти священника в благоустроенном немецком городе. Вот недавно вот тоже мы рассказывали, что семья... Мама осетинка, папа украинец. Ребенок их замучил. Мне во Владикавказе нравится больше, чем в Мюнхене. Давайте уезжать из Баварии, давайте жить во Владикавказе. Тут нормальные пацаны во дворе. Вот. И вот собираются сейчас переезжать во Владикавказ. Хотя, казалось бы, благоустройство Мюнхена и благоустройство любимого вновь Владикавказа. Ну, совсем рядом не стояли. Меня в комментариях пишут, в блоге, типа, ну, пусть монахов туда посылают. И им-то детей не воспитывать. Но я думаю, любой нормальный монах, когда идет получать монашеский постриг, он о чем мечтает? В Европу ехать, да? О том, что он будет проходить мимо своего прихода по улице Красных Фарнари в Амстердаме, в храм идти. Нормальный монах хочет нормальной монашеской жизни. Там ругается, что мы кидаемся, неблагочестивые. Да. Блогера Стаса Васильева осудили за шутку от сосаревича Алексея. Ну, как осудили? По делам осудили. Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики, без шуток, свинцом, свинцом, Карл, завел во время эфира Васильев. Ну, потом он каялся слезно. То есть, он коммунист, позиционирует себя, по крайней мере, таковым. И вот он в эфире Соловьев Live смеется, радостно говорит, что царевна все думала, как бы вылечить, ой, царица все думала, как бы вылечить царевича Алексея, а вылечили его из большевики. Ну, вот он. Там про Распутина, по-моему, да? Ну, да, да. Ну, в общем-то, смысл какой. Что вот он радуется как-то с таким вадушевлением. И радуется, цинично просто рассказал об этой истории. Он вообще циник. В принципе, он этим многих привлекает. Это блогер, который много чего-то циничного говорит в своих блогах. Но много и правильного говорит, кстати. И мне иногда что-то его нравится, какие-то комментарии. Ну, как бы из-за его, вроде бы, патриотической повестки его... Его вроде упростили. Ну, он действительно просил прощения. Это не часто бывает. Чтобы блогер просил прощения, он начинает что-то там пыль пускать. Но он как, не ту дверь открыл? Ну, я не знаю, как можно злорадствовать убийству ребенка. Как-то вот там явное злорадство. Кем бы ты ни был. Я понимаю, что он большевик, себя так считает. И как бы это действие большевиков. В его понимании он большевик, и они были большевики. Вот они царевича излечили свинцом, Карл. Я не думаю, что это злорадство. Это вот так вот, знаете, мели язык. Да, язык мелет, и тут еще и хайпанул. Ох, ох, он, наверное, еще гордился собой потом, что вот я вот такое сказал, сейчас, сейчас, хайп. А тогда сейчас начнется. Он начался, но не в ту сторону, как он думал. Ему прилетело. А помните, был такой господин Красовский, который был тоже на федеральном канале? Помню, помню. У него раньше телеграм-канал назывался «На передержке». Он говорил, что я единственный консерватор там и все такое. И вот он один раз умудрился публично сказать, что нужно убивать украинских детей. И все. С тех пор его забанили во всем публичном пространстве. Его не приглашают ни в какой рукопозатной СМИ. Ну, потому что мы не нацисты. Даже если у нацистов есть дети, мы не должны ему подавляться. Я уже не говорю просто о обычных украинских детях. Это говорит о том, что всем блогерам, неблогерам, ведущим, неведущим нужно следить за своим языком. Нужно перед тем, как что-то сказать очень, так сказать, острое, задуматься, стоит ли. Нам, например, это может стоить, как минимум, потери блога, да, если не Сана, да. А вот такой человек, который в обществе, что с ним, как с ним. Вот видите, ну, надеюсь, что искренне этот Стас попросил прощения, что это действительно была глупость, вот так вот, знаете, взбесившийся воробей, знаете. Ну, слово не воробей, вылетит не поймаешь, да. Взбесившийся воробей, вылетевший, а потом, а, ну, уже ладно, полетел, и все. Надеюсь, что это так действительно было, а не это было вот его кредо. Ну, вот, например, тот же известный оперный певец, Маскальков, задал вопрос Захару Прилепину, ну, и многим левакам нашим, людям левой идеи. Ну, вы как, разделяете эти взгляды, что вот царевича убивать, это нормально вообще, ребенка убивать? Ну, и что-то там никто ничего внятного не сказал из той аудитории. Ну, они, леваки, не отрицательно относятся к канонизации царской семьи. Да хоть как ты относишься к канонизации? Хоть ты считай личным врагом Николая Второго. Убийство ребенка, который не принимал никаких политических решений, не может оправдать никакая нормальная человеческая совесть, кроме большевиков, которые это лично, в общем-то, сами и сделали. Потому что Ленин говорил, что нужно руководствоваться... Сегодня, кстати, день рождения Ольги Николаевны, Великой Княжны. Святая Австрасна Терпица Ольга. Моли Бога о нас. В телеграм-канале это написано. И какая христианская совесть... А, ну, а большевики прямо говорили, что не нужно руководствоваться моралью, нужно руководствоваться партийной целесообразностью. Ну, вот, видимо. Ну, а теперь о варениках. Ой, не, о церкви. Не, о варениках. Не, о церкви. А, это разве церковь? Это же униаты. Итак, наша дорогая Мирослава Берник, у нее, я это нашел, выложила, была этот самый пост небольшой, где говорится о том, что ну, короче, эти самые униаты сидят там и лепят вареники и подпись такая. Не хотите почитать по-украински? Ой, я же буду сейчас коверкать мову, а мне так стыдно, потому что хочется полностью, да? Ну, если хотите... Ну, простите, дорогие знатоки украинского языка, если даже что-то я не так прочитаю, это была не умышленная коверка не украинской мовы, а просто мое незнание. Хотя украинский язык мне очень нравится, честно скажу, мне нравится колечный украинский язык. Я хозяйство в храме на Режистотуру только их испевали. Наближается риздво. У сотня канадских и американских храмов УГКЦ и УПЦ полонтеры тысячами лепят вареники. Их продадут на свято и кошты, а це сотни тысяч доларів поповнять церковные скарбнички, або будуть передані на благодійниці цілі. Це триває вже понад сотню років. Часто можна почути від парафян наша церква побудована на варениках. Наша церкова основана на варениках. І ціне перебільшення на фото громаду міста Нордпорт у штаті Флорида. Наша церкова основана на варениках. Ще неможко, ви с нами поснимаєтесь, так сказати, отче, і ви будете в українському говорити почти без зашивок. Практически особо придраться к вам нечего. Нормально, ну там пару ударений неправильных. А так, в принципі, нормально. Да, Мирослава написала комментарий Христа церковь построена на камні, которая не одолеет врата ада, а украинских патриотах на варениках. Ну так і є, которая не одолеет ничто вообще, не тільки врата ада, на варениках. Для, ну що такое для українців вареники? Вареники понад усе. Але зість уточнення, це уніадська, украинська, греко-католійська церкова. І, кстати, УПЦ канадського, Константинопольського патриархата. Там написано УПЦ і УПЦ. Вот. Ну, мы просто, це не новість, це, як би, ми вставили для того, щоб немножко, так сказати, віддохнути, щоб ви поняли. Ну, а з іншої сторони, дійсні, я, нет, ну, уніадська не салося, що їх церковь построена на варениках. Она построена на крові, віпчити. Ілі на варениках з кровію, тому що, як вони залили були крові Україну втогда, в начальні... Практично всі самі такі нацистські, і як вони залили крові її в 90-і годи, тут, запад України і так далі. Тобто, це така історія. Ну, а ми з вами от сюда переходимо, от вареникова переходимо в спорному вопросу, це в следующій нашій рубріка. Ми вкладаємо шортці, тому, що нам пишуть, така історія. Така історія. Читала таке мнение, що якщо є якісь дефекту, то можна, а якщо просто, щоб виглядеть красиві для противоположного, то грех. Якщо пластика необхідима для здоров'я, то це не грех. Краситься греха, пластика, лица нет, какой бестолковий священник, такой, в московском, бестолковий написано так. Ну, про дефекты, да, я думаю, если там мазок какой-то на лице, это даже необходимо, да. Ну, в принципе, вот не могу я сказать, что это грех, да, потому что, как бы, этого, то есть особо, ну, церковного осуждения нет. Церковного осуждения, этого нет. Но другое дело, знаете, посмотрите иногда в зеркало, я когда вижу вот этих вот рыбок, аквариумных. ну, это не пластика, это ботокс, это колик. Ну, это какая, ну, это тоже пластика лица в какой-то степени. да, уколы делает, они уколы. Да, и когда я вижу вот это вот все, для меня это, ой, вы знаете, вот я по поводу ботокса, ну, прям хочется сказать, ну, простите, вот у меня была соседка, она была, страдала алкоголизмом, и вот она как подерется с кем-нибудь в своем окружении, потом ходит с ботоксом. Бесловно. И вот у меня с детства, вот эти вот неестественно напухшие губы ассоциируются со социальными женщинами, которые периодически им кто-нибудь делает это. Да зачем тратиться на этот ботокс? Берете, берете трубку такую, всасываете минут пять, держите, отпускайте, такой ботокс получается. Я не знаю, ну, раз девушки делают, значит, каким-то мужчинам это нравится, раз уж в целом, но не могу я это сказать. Вот, я не знаю, знаете, когда-то я своей невестке говорил, она говорит, зачем ты вот эти ногти, там, один монах ее там отчитал за ногти, я говорю, зачем вот эти вот ногти действительно накрашены, там, накладные и так далее, так это же красиво, говорю, кто вам это сказал? Женщины, кто вам это сказал, что это красиво? Меня всегда в дрожь бросает, маркетологи, да, меня бросает дрожь всегда, когда вижу вот эти вот, ну, когти, ну, реально, в наше, в наше время это считалось, извините меня, ногти должны быть всегда аккуратно острижены были, вот, но я не знаю, и так же с пластикой, пластика лица, если это действительно какой-то уродства у человека, какая-то проблема, вот, вот, ну, хотя, в принципе, как говорится, на том свете, там нет таких проблем, и нам главное вот это, спасение души, ну, а красится грех, никто не говорил тоже, что красится грех, красится, как бы, то есть, ну, в меру тоже, да, то есть, ну, когда человек там, где-то там, женщина подкрасится, грех, когда это вот, человек, это делает все, пластику лица, красится, для того, чтобы соблазнить противоположный пол, для чего еще красится, чтобы понравится, чтобы нравиться всем, никому-то там, то есть, вот, в первую очередь мужу, если же она красится для того, чтобы нравиться мужу своему, сотворил бог пингвиненка, посмотрел, ну, вроде красиво, сотворил бог котенка, посмотрел, красиво, сотворил кролика, тоже красивый получился, посмотрел, сотворил бог женщину, посмотрел, посмотрел еще, ай, ладно, накрасится, ну, это шутка, просто, просто, смотрите, а то вас сейчас этот самый обвинят в харазме, нет, Нет, это просто шутка. Почему Христов взял в апостолы Иуду? И наверняка он знал, что тот его предаст. Отец Геннадий ответил так. Да, знал, но Иуда мог как минимум покаяться и даже исправиться. Под видео были такие комментарии. Не мог Иуда покаяться, если Господь не захочет. Читайте Евангелие от Иуды, так сказать, в первоисточнике от участника событий. Иуда, когда схватили Иисуса, раскаялся и бросил сребреники, но его не простили. И он повесился. А может и не знал. Он же о своей смерти сразу не говорил. Во-первых, Евангелие Иуды, это вообще ни разу не первоисточник. Это апокриф написанный просто уже в эпоху... Левым чуваком, который решил от имени Иуды написать Евангелие. А, еще вот. А Гитлер мог бы покаяться, например? Ну, что значит мог бы? Не покаялся. А что Иуда, что Гитлер, и в этом их трагедия. Они решили покончить самоубийством. Жизнь, что признак того, что... Да, в Священном Писании говорится, что Иуда раскаялся и так далее. Но раскаялся не в том смысле, что он перед Богом принес покаяние. А в том смысле, что он понял, что до него дошло, что он что-то не то сделал. Но искренне попросить у Бога прощения у него не хватило силы. Может, гордыни, может, еще что-то. И вместо этого он самоубийством... Скорее всего, гордыни. А своим самоубийством он еще объявил вызову Богу, что вот, не надо мне от тебя ничего. А так, да, он, как и всякий человек, имел возможность покаяния. Бог творит каждого человека свободным. И говорит о том, что Бог... Вот как тут писали, что как бы за него Бог решил. Не мог Иуда покаяться, если Господь не захочет. Нет, Господь всегда хочет... В Библии сказано, что Он хочет всем спастись и в разум истинный прийти. Бог хочет, чтобы спаслись все. В том числе и Иуда, и Гитлер. Но они настолько укоренились в своем зле, что уже не захотели просить у Бога прощения за свои грехи. А так могли бы Иуда и Гитлер. Да, да, я тоже с вами согласен. Понимаете, вот эти сребреники, которые кинул старцем этим Иуда. То есть человек стремился к тому, чтобы вот эти сребреники получить. Он их получил. А радости от этого он не получил. А наоборот, какой-то ужас и какая-то это самая. Поэтому то, что он их бросил, это не от того, что он раскаялся. Он не покаялся перед Господом. А от того, что эти сребреники ему жгли руку. Он их просто выбросил и все. Потому что он вместо радости, приобретения их, он ощутил ужас. И это был как раз этот первый шажок, ступенька к тому, чтобы покаяться. Да, до него дошлось. Да, если бы он пошел дальше, если бы он преодолел свою гордыню и пришел к Господу, к нему упал на колени перед ним, у нас бы не было такого вот фразеологизма Иуда, поцелуй Иуды и так далее. Потому что это был бы так же, как и Петр, раскаявшийся апостол. Кстати, само по себе имя Иуда неплохое. Мы знаем, что есть и святые Иуды. Иуда, брат Господень, например, и так далее. Мы читаем послание апостола Иуды. То есть не было бы негатива, связанное с именем Иуда Искариут, если бы он покаялся, пришел к Господу, упал на колени перед ним, распять им, упал бы там, или после воскрешения его нашел бы. Да, и мы бы читали в Писании о том, что вот он. Да, тоже как бы. Ну, как мы про Петра читаем. Как благоразумного разбойника тоже, который раскаялся последнюю минуту перед этим самым. Уже на кресте виск. То есть у него была возможность. И Господь знал, что он его предаст. Знал, но не предписал. Да, то есть не предписал. То есть не обязательно Иуда, мог кто-то другой предать. Так же самое. Мог бы. Но он знал, что вот и тот, и тот, и тот апостол могут его предать. В принципе, его могли бы те же самые воины найти. И без предательства, да, то есть могли бы найти. Рано или поздно. То есть история сложилась таким вот образом. Иуда, а могло быть и без этого всего. Он-то сильно не скрывался. Да, он не прятался. Ну, следующий вопрос был. Абортированные дети попадают в ад. Был последний вопрос на сегодня. Я ответил так. У Бога нет несправедливости. Разве справедливо отправлять абортированных детей в ад? Это люди писали так. Если у зародыша нет души, то не попадают ни в рай, ни в ад. Идут в ад, потому что они крещеные. У Бога нет несправедливости. Прям смешарик, смешарик. Дети Иова подтверждают. Дети, растерзанные медведицы, за дразнилки лысого человека, лысым подтверждают. Жившие до искупительного перформанса, прям подтверждают. Зачем вопросом на вопрос отвечать? Это есть аборчики, то есть аборчики спасают души своих детей. И почему им? Потому надо молиться о детях. Почему тогда дьявол так жаждет этих жертв? Он требовал именно детских жертвоприношений. На синодии грузинской церкви 15-20 лет тому назад пришли к мнению, что души младенцев попадают в ад. Вот такой вот целый калейдоскоп. Здесь отмечать, наверное, надо на целый полдня. Что в синодии грузинской церкви было? Я первый раз такое слышу. Я тоже первый раз такое слышу. Надо бы точно прочитать, как там было сказано в синодии. Да, если же... Можете ссылку кинуть на это? Да, да. Ну, мы и сами поищем. Ну, что я могу сказать? Я точно знаю, что Бог любит этих младенцев больше, чем я. И даже, чем родная мать. И Он о их загробной участи позаботится. Как там оно будет точно, в деталях, я сказать не могу, я не знаю. Но я доверяюсь тому, что Бог любит все свое создание, все свое творение. И в том числе и младенцев. Почему потом надо молиться о детях? Не о детях молятся, а молятся о себе, о своем грехе, те, кто сделали аборты. И в этом смысле нет разницы между абортированным ребенком и выкидышем, который... Да, да. А при том выкидыши происходят, иногда женщина даже не успевает о них узнать. На ранних стадиях, неделя или еще меньше, он просто как... Зародыши маленькие, да, ты просто... Он умирает... Женщина думает, что критические дни и даже может не заметить этого. Хотя зачастую женщины все-таки рассматриваются, что там происходит. Но я читал, что там прямо если неделя, там даже и не узнать могут. Почему тогда дьявол так жаждет этих жертв? Он жаждет не этих жертв, он не этих детей жаждет. Он жаждет жертв от родителей, которые делают этот аборт. То есть родители совершают аборт и вот те души, которые к ним попадают. А этими младенцами Господь... Но дело в том, что конкретно мы ничего не знаем. Об этом неизвестно, что с детьми абортированное происходит. Просто мы рассуждаем с точки зрения логики. Да, несмотря на то, что Господь говорил, что спасутся те, кто... Будет крещен водой и Духом Святым, да. Тем не менее, он же сказал, у моего отца обителей много. То есть я думаю, что обители найдутся и для этих детей, которые ни в чем не виновны. За что их наказывать? Почему их в ад? Они вообще ни в чем не виновны. Если вы говорите, что аборчики спасают души своих детей, может быть, но их свои губят. Вот в чем проблема. Ну и рубрика «Комментарии». Просто читаем комментарии и комментируем их. Под нашими видео вот эти вот? Да, вот под прошлым выпуском то, что было. Ну и пишите новые комментарии, самые интересные или самые неоднозначные. Антон выберет. Мы их зачитаем. Можно писать и ВКонтакте, и в Ютуб. Спасибо большое, батюшки. Всегда с удовольствием слушаю передачу вашу. Она мне заменяет телевизор и газеты, и новости в интернете. Я неограниченно отсталый человек. Просто новости, которые нам предлагают за различными СМИ, никак не улучшают нашу жизнь. А мне достаточно ваших новостей. А в свободное время лучше заняться самообразованием или книгу почитать. Опишу комментарии, чтобы поблагодарить за столь классный ответ. Почему попык говорят о политике? Вот уж действительно. Тогда пусть повара говорят только о кулинарии, а врачи только о болячках. Я медработник и с высшим образованием. А, я медработник и с высшим образованием. Ну, спасибо за комментарий пространный. Да, хороший комментарий. Я очень рад, что мы, знаете, кому-то заменили целый телевизор с его новостями такими, что это целый день. Ну, в принципе, мы пытаемся выбрать новости, которые нам интересны, и которые мы понимаем, что они какие-то имеют какое-то значение на сегодняшний день и, может быть, даже в будущем. Поэтому, ну, спасибо, Господи. Комментарий очень хороший. Не всегда же нам плохие комментарии, да? Отец Альвиан, откуда... Ага, а тут вас... Откуда вас эта информация Помпео? Еще 9 ноября штаб Трампа официально сообщил, что новая администрация Помпео не будет ни в каком виде. Да, действительно, в прошлом выпуске я говорил, что Майка Помпео взяли в новую администрацию Трампа. Откуда я это взял, я уже не помню. Наверное, скорее всего, это была какая-то аналитика, прогноз, что возьмут. И вот у меня переклинило, что взяли. Ну, да, действительно подтвердилось, что в новую администрацию Трампа Майка Помпео не взяли. Который очень сильно... Почему нам вообще интересен этот Помпео? Потому что он был одним из отцов-основателей этой Росковнической Павловской церкви Украины. Он продвигал создание вот этого проекта. Отец Альвиан, у него о чем-то душа болит, видимо. И надоело все уже. Это по поводу прошлого. А, там еще был подобный комментарий другой, там было написано, или после Авдеевки он такой, да? Ну, да, после прошлого выпуска я сразу приехал после Авдеевки. Действительно, я был впечатлен всем тем, что там происходит. И как сильно это отличается от того... И сразу на службу, и сразу... Да, еще много всего было. Я же... Ну, был просто какой-то сумасшедший ритм. Как там было. Я, значит, прилетел из Москвы, сразу отслужил службы престольные, записали передачу с отцом Геннадием, потом... Уехали в Авдеевку, потом с Авдеевки... Да, при том, в Авдеевку я ехал так, что у меня весь предыдущий день был занят, вечернюю отслужил, потом утром отслужил литургию, и сразу же, прямо из собора, не заезжая домой, поехал из собора в Авдеевку. А там 6.30 подъем, ну, и так вот, и до вечера, и очень насыщенный ритм. И потом обратно вся эта дорога, и сразу бегом с корабля на бал. Короче, вам надо энергетик вместо кофе сюда. Да, нет. Так, ну, и последний вопрос, комментарий на сегодня. Зачем еще и вы лезете в Украину? Вот мне непонятно, зачем еще и вы лезете? Я не вылезал с Украины. Я об Украине говорю уже с 2005-го или 2006-го года, когда только вышел в этот самый, а это в соцсетях, да, а до этого я говорил вот так вот, на кухне, везде, где только можно. Потому что мне это болит, потому что мне болит то, что мои соотечественники сейчас гибнут, знаете, такое выражение украинское, не за ЦАПову душу. Вы слышали, кстати, о том, что, я не знаю, возможно, это на уровне сплетен, потому что сейчас очень много обросло этим самыми, что типа Зеленский пообещал, и это понравилось вроде бы Трампу, еще до того, до выборов еще, он пообещал ему, что даст возможность разрабатывать редкоземельные металлы в Украине, там, витий и прочее. Это очень важно, это сейчас очень хороший металл, который... И, мол, об этом слышал я еще раньше, что украинские военные заменят американских в Европе, там, вот, в НАТО. Вот. И это, мол, типа Трампу это понравилось. То есть это идет полная продажа Украины, начиная с земли, которую уже давно продали, вот эти Black Star и там, и так далее. И мне это болит. Я хочу, чтобы это все... Black Star это Тимати, что ли? Не Black Star, как этот? Black... А? Black Rock? Black Rock, да. Black Rock уйдет, придет Black Star. Black Rock, который пришел, скупил все там уже на корне, который уже стоит и идет, когда вот Украина все закончится, и он начнет активы все последние подчищать под себя. Поэтому я туда и лезу, поэтому я не просто лезу, я туда не вылажу и буду дальше говорить о том, что там происходит. Вам не нравится, ребята? Ну что же? Еще лет 10 назад мне знакомый пишет, одец Альвент, что ты все про Украину до Украины, что-то он так еще навязал, давался она тебе вообще? Я говорю, я пишу про Украину, потому что там сейчас больно. И больно нашим собратьям. Когда больно в каком-то другом регионе, я пишу про какой-то другой регион. Потому что церковь вселенская, это одно тело. И как говорится в Священном Писании, если болит один орган, страдает все тело. А вот Украина, украинское православие, это часть единого тела Христова. Ну вот так вот. Поэтому лезем, лезли и будем лезть. И не только в Украину, а везде, где будет больно нашим братьям-христианам. Везде, где их будут убивать ни за что. Везде, где будут их преследовать. Где будут гонения на их церкви, на их парафии, на верующих, на духовенство. А всякие Трампы и Помпео интересны ровно настолько, насколько они влияют на то, что происходит у нас. Да. Если будет гонение в Америке, полезем еще и в Америку. Ну на этом все. Слава Богу, на сегодня мы с вами закончили. все, что у нас было, все, что подготовлено нам сценарием. Очень рады, что мы на этот раз выйдем вовремя. Надеюсь, все вы тоже рады. Вы там, если в следующую неделю куда-то выезжаете, хоть вернетесь вовремя. Да, да. Ну и все тогда. Значит, на этом все. До следующего выпуска. Очень рады были с вами встретиться. Ждите новостей от нас в следующем выпуске. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok